О, друзья, всем привет! Сегодня у нас пятница. Число не помню какое, но, в общем, пятница. И, как обещали, у нас опять быстрозавтрак. Что хотел сказать, что сегодня у нас в 19.30 по московскому времени будет стрим. Всем, кому интересно, приходите, пообщаемся, позадаете мне какие-то вопросы. Ну, все, как обычно, я поотвечаю. Сейчас, соответственно, мы пойдем готовить. Погода у нас отличная, но единственное, что стало по ночам немножко прохладнее. И по ночам у нас где-то 16-17 градусов. Ну, а днем жарит вчера до 33. Сегодня тоже обещают то же самое. И, судя по тому, что на небе не облачко, я думаю, так и будет. Поэтому, как я уже говорил, кто хочет приехать в Крым и думает, что тут холодно уже. Нет, ребятки, вода отличная, теплая. Днем погода обалденная. Ну, ночью, да, чуть стало попрохладнее, потому что я сегодня даже... Ну, у меня окно открыто, я даже подзамерз и укрылся. Что довольно редко происходит. Но как-то вот так. Или надо окошком прикрывать, или... Ну, окошком прикрывать лень, знаете, как вставать ночью. Поэтому я просто укрылся. Ну и хватит обсуждать. Пойдемте готовить. Доброе утро, дорогие мои друзья, ребята, девчата. Мужчины, женщины, все. Сегодня пятница, ура! Последний рабочий день, выходные, погода шикарная. В общем, настроение оптимистическое. Или оптимистичное, не знаю, как правильно сказать. У меня вчера в гостях была врач-психиатр. Несмотря на специальность, она довольно оптимистичный человек. Среди меня бодростью на определенное количество времени. Она мне предложила рецепт, очень интересный. Поскольку она не пьет, даже не выпивает, но в рецепте присутствует белое сухое вино. У меня белого нет, у меня есть розовое сухое вино. Тут рюмочка 40-граммовая. Значит, на 2 порции по 20 грамм вина. Я думаю, что его можно запросто заменить виноградным соком, если детям готовить, или яблочным соком. Будет то же самое. Значит, что мне надо? У меня на сковородке уже лежат грибы. Просто по времени я не хочу... Это Алёша. Вот порезала грибы. Значит, мне нужно на порцию 3 яйца. Мне нужно вот сюда, на досточку. Мне нужен зелёный лучок, укропчик, чесночок. Мне нужен сыр. В принципе, всё. Значит, что я делаю? Я смешиваю сыр. Половина. Сыра 150-180 грамм. Ну, на глаз. Значит, я вот половинку отбираю. Сюда смешиваю сыр. Нет, больше. Саша больше сыр любит. Саша больше. Значит, ещё больше. Что-то я как-то у меня улежался. Сыр. Сюда я добавляю... В сыр добавляю зелёный лук. Лучше, конечно, перо. Ну, вы знаете, ребята, я опять была уверена, что у меня зелёного лука много. У меня его много, но хвосты. Белая его часть. Да, ну и там немножко зелёненькой части. Вот, смешиваю вот это всё. Выдавливаю чесночок сюда. Так, сковородка у меня там на огне. На маленьком огне стоит. С грибами. Я так подозреваю, что туда можно ещё что-нибудь добавить. Ну, посмотрим. Она готовит именно так. И выливаю вот в эту вот смесь половинку вина. Рюмочки. Вот так. Всё это смешиваю. И перехожу к плите. Это я сейчас выложу в сковородку с грибочками. И буду... А, нет, ещё не сейчас. И буду размешивать до растворения сыра. Но мне надо сразу приготовить яйца. Вот я их три штучки. Разбиваю. Наверное, много три штуки. Она из шести готовила, хотя живёт одна. Сколько дней, я говорю, ты ела это всё? Так. Соль, перец. Вот, пожалуйста. Это будет хрустеть на зубах. Это не будет хрустеть на зубах. Вот вы знаете, как выбирать хорошо, удобно? Скорлупой. Вот так. Посолю. Поперчу. И взбиваю. Значит, в этой миске у меня сыр, зелень, вино и чеснок. В этой взбиваются яйца. Три штуки. Я говорила, вместо вина, пожалуйста, ребята, яблочный, виноградный сок. Думаю, то же самое. Деткам будет гораздо это естественно лучше. Так, и пошла к сковородке, на которой у меня поджариваются грибы. Так, вот у меня грибочки. И сюда я вываливаю сыр с зеленью, с чесноком и с вином. И, ребята, вот тут момент, это надо стоять и мешать, потому что сыр мне надо расплавить, чтобы все это дело хорошо перемешалось и сыр поплыл. Не знаю, сказала, что вкусно получается. Вот он уже тянется хорошо. Я сделаю меньше огонь. Ну да, сыр плавкий, он довольно быстро расходится. Расходится быстро. Как вот он у меня совсем весь разойдется. Я сюда же не заливаю, а вмешиваю взбитые яйца. Вмешиваю. Такой интересный омлет. Да, это даже не омлет. Вот выливаю. Делаю больше опять огонь. Все это опять надо размешать. И все это вмешиваю, да. Ну, ребята, довольно оригинальный такой рецепт. Ну, посмотрим, что будет по вкусу. Ну, я думаю, по вкусу плохо здесь быть не может, потому что плохо здесь быть нечему. Да, подваливать. Сыр, яйцо, и грибы, и зелень, это будет отлично, я думаю. Так, сейчас оно у меня закипит. Я сделаю маленький огонь, естественно. Оно не закипит, оно запечется сейчас. Ну, нет, мне надо, чтобы оно вот-вот-вот-вот, вот-вот-вот, вот-вот-вот, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот- Я, честно говоря, думаю, что сюда можно добавлять и мясные какие-то, и куриную грудку вниз, мешать, чтобы это было и сытно, и вкусно. Я думаю, это не испортит. Но попробуем ещё раз потом как-нибудь. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, дорогие мои, вот такая вот получилась яичница, омлет, суфле. Даже не знаю, как это сказать. Пахнет очень вкусно. Но почему-то я вот посмотрела, сыр не тянется. Может, потому что в перемешку с вином, может, потому что свернулся, я не знаю. Потому что в перемешку с яйцом. С яйцом, да. Но, во всяком случае, запах обалденный. Вкус сейчас Саша скажет какой. Ну, а я, конечно, как всегда, желаю всем прекрасного дня, окончания рабочей недели. Кто куда выезжает отдыхать на выходные дни, дачи, море, речка, пожалуйста, загорайте, забирайте последнее тепло. У нас, правда, следующая неделя опять вся жаркая. Посмотрели, вроде без дождей, обещали дождь, но опять нет. Ну, и слава богу, мы еще, может быть, тоже выберемся на море, покупаемся. Так что всего-всего вам доброго. Ребята, здоровья и прекрасного аппетита, приятного аппетита. До свидания. Так, ну что, друзья, давайте теперь все это дело попробуем, потому что, ну, как я уже говорил, невкусно это быть не может, потому что здесь сыр и яйцо и грибы. Тянется, оно тянется, оно тянется, знаете, по чуть-чуть совсем. В общем, давайте запробуем все это дело. Вкусненько, да? Ура! Ребятки, это, знаете, первое ощущение, что это омлет, пока вы это не начинаете жевать. Как только вы это начинаете жевать, это превращается в такое яично, даже не знаю, как яично-сырно-грибное, такое вот обалдеть. Вкусненькое. Ребятушки, прямо не остановиться. Это очень вкусно. Ну, я единственное переживаю, что тут многовато получилось, но я постараюсь. Все, ребятки, не знаю, не буду ничего вам рассказывать. Попробуйте и убедитесь в том, что это действительно, это очень вкусно. Прям полный рот слюней. В общем, я все это буду доедать. Еще раз напоминаю, что у нас... Боже, я не могу говорить, у меня полный рот слюней. Вкуснятина. Напоминаю еще раз, что у нас сегодня будет стрим в 19.30 по Москве. Всем, кому интересно, приходите, поговорим, обсудим. Какие-то вопросы, если есть, позадаем друг другу. Ну и, в принципе, на этом, наверное, все. Все, как обычно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я быстренько буду все это уничтожать. Пока!